Девушки отдыхают 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 Так, Савьорн, теперь когда мы решили твою маленькую проблему с вредителями, что если я испробую твоего мёда? Конечно, мой господин. Это мой лучший мёд. Зовётся особый мёд Хонинга. Думаю, вкусовая палитра придётся вам по нраву. Да брось ты, это мёд, а не вино, чтобы его нюхать и смаковать. Во имя Восьмерых? Что... что это такое? Я... я не знаю. Что-то не так? Ты уверял меня, что тут всё чисто? Я тебя... я от тебя в кандалах сгною. Нет, пожалуйста, не понимаю. Молчи, идиот. Сам виноват. Не стоило располагаться в таком загаженном месте. Умоляю, пожалуйста. Всё совсем не так. Ты... ты тут будешь за старшего, пока я совсем не разберусь. С удовольствием. А ты... ты идёшь со мной в... и предел. Увидим, как тюремный воздух прочистит тебе память. Теперь... двигай. Послушайте, уверяю вас, это какое-то невероятное недоразумение. Сказал, двигай. Прощай, Сабьер. Всё прошло как нельзя лучше. Тебе ещё что-то нужно, прежде чем ты вернёшься в Рифтен? Тебе ещё что-то... Значит, Мавен хочет найти частного партнёра Сабьерна, да? Тогда тебе прямая дорога в кабинет Сабьерна. Он держит большинство бумаг в столе. Вот, это тебе пригодится. Начну превращать её в медоварню Чёрный Вереск Запад. И чем скорее, тем лучше. Такой у Мавен план на это дело. Она меня назначила тут главным, чтобы мёд шёл без перебоев. Так этим я и займусь. Если будешь в округе и захочешь сбыть с рук что-то краденое, дай знать. Мне показалось, будет лучше опустить кое-какие детали в наших предыдущих разговорах. Не хотелось давать тебе повод отказаться от работы. К тому же Мавен счастлива, что мы избавились от него. А мне теперь не придётся тратить деньги на убийцу. Не забудь замолвить за меня словечко перед Мавен. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ты сообщила, что тебе удалось там что-то еще раскопать. Это важно для гильдии? Значит, это не совпадение. Сперва Оренгот, теперь Сабьерн. Кто-то пытается нас задавить, поссорить Мавин с гильдией. Мерсер думает, что знает, как вывести нашего врага на чистую воду. Он хочет тебя срочно увидеть. Я бы на твоем месте поторопился. Я его никогда таким злым не видел. Нет времени на болтовни. Мерсер тебя ждет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет времени на болтовню. Мерсер тебя ждет. Ага, вот и ты. Я поговорил со своими людьми по поводу добытых тобой сведений о поместье Златоцвет. Но никто не смог опознать этот символ. Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тяжка, настроив против нас Мавин черный вереск. Очень умно. У них много средств. И им удавалось годами оставаться в тени. Я поражен, что им удалось столького достичь. Только не спутай мое восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. В найденной тобой купчей упоминается Гаджул Лей. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя Гулум Ай. Скользкий ублюдок. Гулум Ай. Наш агент восточноимперской компании в Солитюде. Готов поспорить, он был посредником при продаже поместья Златоцвет. А значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него все, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бринюльфом до отъезда. Не могу поверить, что Гулум Ай во все это влез. Этот арганианин собственный хвост в темноте не найдет. Помни меня правильно, он бы у нищего вытянул последний септинг. Но он не стратег. Рад снова тебя видеть. Не могу поверить, что Гулум... Пойми меня правильно, он бы у нищего вытянул последний септинг. Проблемы? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Тайщер-работенка. Тебе придется подкупить его. Только так мы привлечем его внимание. Если это не поможет, следи за ним и узнай, что он задумал. Этот Гулум Ай просто взорвался. И можно будет на него надавить. Да, это верно. И учитывая, что он лазает в карман Восточной Имперской Компании, мы этим воспользуемся. На всякий случай, еще раз скажу, он нам нужен живым. Пока просто сиди у него на хвосте, и он точно вступит во что-нибудь, чего так просто с подошвы не ототрет. Есть воры, а есть Гулум Ай. Ни чести, ни закона. Он тебе руку пожмет и в ту же минуту ударит ножом в спину. Он в последнее время забывает делиться с гильдией. Говорит, что товаров на складах мало. Наверняка врет. Держи ухвостро. Он очень хитрый. Отправляйся в гильдию и доложи Мерсеру. Это чрезвычайно важно. Если узнаешь, что Гулум Ай нас дурит, и товара у него больше, чем он нам говорит, это тоже будет очень полезно знать. Гулум Ай работает на складе Восточной Имперской Компании. Он помогает разбирать все товары, которые приходят и уходят из Солитьюда. Это значит, что у него есть доступ к лучшим товарам, которые приходят на берега Скайрима. Он не совсем член гильдии, но он платит нам долю от всех своих находок на складе. Удачи в Солитьюде. Не убивай Гулумая, но напомни ему потом. Солитьюбой. Продолжение следует... 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 Убери всё, извинись, и если мы поверим в твою искренность, то поможем тебе. Может быть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может, тебе туда надо? Прошу прощения, храм Дибеллы закрыт. Если хочешь, ты можешь получить благословение, но другие сёстры соблюдают уединение. Сёстры общаются с Дибеллой, их нельзя беспокоить. Тебе придётся прийти в другой раз. Что тебе нужно, симпатяга? Продолжение следует... Нравятся луки, а? Я-то предпочитаю меньше. Песни это просто воспоминания, под которые мёд начинают. Положите кто-нибудь, я жить хочу! Я умираю за свой народ. Боги мои, изгои в городе! Всем разойтись. Стража Маркарта наводит порядок. Никаких изгоев здесь нет. Видели того безумца? Слуга изгоев. Прямо здесь, в городе. Дальше мы разберёмся. Иди своей дорогой. Сказано же, иди своей дорогой. Изгои просто кучка сумасшедших. У нас всё под контролем. Не вмешивайся. Жалость ты какая. Именно так. Не твоё дело. До встречи. Я видел всех из Кайрима. Нет ничего прекраснее поля боя. Лучшие украшения во всём Маркарте. Блоги. На женщину напали прямо на улице. У всех на глазах. С тобой всё в порядке? Что произошло? Изгой? Странно. Что ж, я надеюсь, что восемь хотя бы подарит тебе больше покоя в будущем. О, у тебя что-то выпало из кармана. Какая-то записка. По-моему, важная. Моя? Нет, нет. Это твоя записка. Должно быть, выпало из кармана. А? Нет. Я просто вышел подышать свежим воздухом. Немного перебрал с мёдом в таверне Серебряная Кровь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй, ты! Это ж сколько наглости надо иметь, чтобы снова заявиться в этот город. Ну и что? Какое твоё оправдание? Извинения не принимаются. Моя Гледа теперь неизвестно где. Одинокая, напуганная. Как тебе совести-то хватило похитить её да продать великану? А то. Никогда мне больше не видать такой козы-чемпионки, как Гледа. И не думай даже возвращаться в Рорикстед, пока не заберёшь её у великана. Что-то такое было. Но вообще, тебе было некогда говорить, улепётывая с моей козой. Вот что. Ты приведёшь назад мою козу, и тогда, может быть, я что-то и припомню про твой посох. Ты никак и правда ничего не помнишь о похищении козы и великане? Совсем мозги на бекрень? Ступай, верни её. Она сама за тобой побежит. Воняешь, как перебродивший корм. А она его любит. Угу. Мира и процветания. Вот чего хотят добрые люди Рорикстед. Угу. Угу. Продолжение следует... 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 На память. Меня? Ты серьезно? Чушь. Ты что, не понимаешь? Я каждый день хожу в тени смерти. Нож в каждой подворотне, стрела на каждой крыше. Если бы кто-то из моих врагов не захотел заплатить за мою голову, я бы обиделся. Знаешь что? Ты меня выпустишь, а я тебе обещаю, что мои друзья тебя не будут искать и убивать. И тебе выгодно и мне. Развяжи меня! Не твоего ума дело, кто я такая. Хочешь убить меня? Давай, убей! Клянусь марой, я бы тебе в рожу плюнула, если бы не мешок. Что? Это что за вопрос? Я живу в Скайриме, воспитываю шестерых детей без мужа, и у меня нет ни времени, ни терпения, чтобы быть милой. Люди меня недолюбливают. Есть ли у меня враги? Ясное дело. Хватит глупостей! Выпусти меня отсюда! У меня дома полно дел и дети голодные. А, склочная Матрона. Ну и здорова же она болтать. Наверняка многие мечтали её прикончить. Верно? Хм, когда другие говорили бы. Ты слушаешь. Ты думаешь. Ты понимаешь, что важно только одно. Исполнять мои приказы. Убивать. Разумеется, твой долг погашен старицей. Вот ключ. Но зачем останавливаться на этом? Я предлагаю перевести наши отношения на следующий уровень. Я хочу официально пригласить тебя в свою семью. В тёмное братство. На юго-западе Скайрима в Сосновом Бару ты найдёшь вход в убежище. Он прямо у дороги, но скрыт от глаз. Возле чёрной двери тебе нужно будет произнести пароль. Тишина, брат мой. И тебя впустит. Вот тогда-то и начнётся твоя новая жизнь. Увидимся дома. Тишина, брат мой. Тишина, брат мой. Тишина, брат мой. Тишина, брат мой. Продолжение следует...